Алло. Доброе утро. Добрый день, это у вас утро, у нас вечер. Ну ладно. Уже, да. Вчера не удалось, просто ждали, ждали, ждали. И получилось так, что мы уехали в церковь, мы же вам говорили, что от нас очень далеко. И вот мы как бы сейчас ищем вот этого нормального общения, нашего православного. И этот раз ездили к антиохийцам. Мы рано утром очень выехали. Но, в принципе, почти то же самое, что у греков. У них, в принципе, и уложение-то греческое, как бы вот так. Но это единственная церковь, которая неделимой была. То есть там греки, там они падали под Рим, под все. Вот это как бы мне... И вот в общении со многими священниками, с греческими и с антиохийцами, знаете, как-то вот по душе все-таки больше почему-то антиохийцы. — Так, у нас все выставляется в интернет. Вы не против? — Нет, я сперва. — Вы всегда при начале говорите сами, чтобы я не спрашивал. Говорите, я слушаю. — Ну, однозначно. И завсегда можно писать. Значит, у меня вопросов-то много, нам даже времени никакого не хватит. Поэтому, в принципе, я буду так как бы делить по многим. И если, допустим, ответ есть у вас где-то в ваших книгах, вы мне скажите, чтобы, если он длинный, я тогда прочту, чтобы все время просто не отнимать. Вот. А если уж коротко, там нож, ответьте. Вот. Почему? То есть, если вы помните, мы с вами говорили о том, что, значит, мы хотели бы здесь организовать свою церковь настоящую. То есть, мы бы не хотели ни под какие там структуры, которые, ну, скажем так, замазались, не замазались. Уж лучше начать с нового листа вернуться к Христу. Мы так решили. Вот. Поэтому, значит, тут несколько вопросов. Вот у людей то же самое есть. Мы, как бы, вместе с ними говорим. То есть, вот о крещении, да? Значит, ну, естественно, все понимают, что-то полное погружение в проточной воде. Вот, как в Дидахе написано. Вы к Дидахе как относитесь? Ну, как, считается, второму веку относятся. Подложен материал. Но там есть много полезного. Надо, если проточной нету, стоящей нету, надо сделать сосуд. Если нету, совершенно ничего в степи. Вот это надо раздеть и трижды облить его полной водой. То есть, там показано. А сегодня эти все условия-то есть, они сцепляются за последнее. Да, 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 да. Ну, это еще, слава Богу, что хоть возливают. Они возливают, мочат. Вот так, мокрой ладошкой. Они не мочат даже. Человек одевший стоит. Кого мочить-то? Да, я это видел. И, кстати, сам это видишь же. Вот даже у греков, хотя, казалось бы, купили все подряд. Ну, ребенок маленький, никакой вообще. Чего там его не погрузить? Ну, вот так окунут его, вот так вот. И сверху там наливают. Да. Ну, как бы, вот знаете, вот этого бы не хотелось. Почему? Потому что, тем более, что вот если, допустим, как в России, ну, вот как здесь некоторые, да, то есть ставят на поток крещения, по сто человек у них стоят в крестилке, они их там покропили крапильцем, как бы, но я не знаю, это же неправильно. Поэтому я думаю, что вот это событие в жизни человека крещения, это же не просто рядовое какое-то, да, каждодневное. Вот, действительно, как вот вы говорите, нужно готовиться. И как в первые века ходили там за людьми и готовили там, а потом уже когда-то там. Ну, выбрать можно нормальное, скажем так, время года и крестить по-настоящему. Тем более здесь, потому что у нас этой воды тут я не знаю сколько. Вот, поэтому, значит, то есть мы вот с людьми когда говорили по этому поводу, ну, многие тоже читают и читали, ну, таких совсем безграмотных, слава Богу, пока нету. Вот, и вот насколько я говорю, то есть мы совершенно точно понимаем, да, то есть если, допустим, человек жил какой-то жизнью там своей, потом до крещения, и если он понимает, что он, естественно, греховен и без покаяния никак, то есть перед крещением, естественно, оглашение обязательно. Потому что насколько там чего там, ну, там у всех же по-разному, потому что уровень знаний, ну, у всех разный, правильно? То есть начиная с нулевого, который вообще никогда не слышали о Христе, или люди, которые, допустим, этому посвятили какое-то время, что-то знают. Поэтому, допустим, какой-то срок конкретный выставлять тоже неправильно, мне кажется, да? Да, так, неопределенно, вот у нас от трех до пяти лет готовят, а если уже человек знает, там бывает три месяца, а бывает и меньше совсем. Да, то есть какое-то собеседование провести с ним, понять, что он понимает это все, да, и вот это можно было сделать. Вот, то есть как мы и говорим, то есть как там и написано, то есть все, что было до крещения, если он раскаивается, если это все правильно, то есть эти грехи снимаются. Естественно, кроме смертного греха, хулы на Дух Святого. Правильно мы понимаем, да? Ну, а Духе Святом говорить нужно так. Если только Духа Святого похулил, то у него нет раскаяния, главный признак. Нет, он все оправдывает. Любое безумие он оправдывает. И поэтому, если он просит крещения, раскаивается, значит, он не похулил Духа Святого. Успокойте его. Да, 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 да. Хорошо, хорошо. Значит, и вот теперь такой вопрос как бы, то есть я буду все вопросы выставлять для того, чтобы как бы в итоге мы вышли с вами на тот вопрос, что мы хотим построить свою церковь здесь, то есть настоящую. Вот. И, соответственно, должен быть священник, должен быть там как-то там все-все-все-все-все. Потому что это будет не в одном месте. Потому что, ну, Америка, она очень большая, в принципе. Она как СССР бывшая. Вот. И поэтому не могут все съехаться в одно место. Просто у этих там своя жизнь, у этих своя жизнь, у этих своя жизнь. То есть нарушать как-то эти устои они бы, ну, в смысле сами вот территориально не хотели. Они хотели бы там остаться, идти там, идти там. Поэтому вот как-то сначала начнется с одной, вроде бы, ну, наверное, да, общины и вот распространится. Поэтому вот все вопросы будут для этого. То есть вот, допустим, о священстве. У нас есть знакомые у многих священники. Ну, в России или там, может быть, в Беларуси, в Украине. То есть, которые настоящие. То есть, они знают, и многие из них, в принципе, уже не служат. Но кого-то выгнали, кто-то сам ушел. Вот. Именно вот за то, что они говорили, как оно есть. Вот. У меня тоже есть такие знакомые. Вот там, в Волгограде, я с Волгоградом сам. Вот. Молодой священник хороший такой. Ну, вот так как говорил не так, как надо, а как им хотелось бы. Вот. Ну, и начали поджимать, поджимать, поджимать. В итоге он ушел. Он сейчас у старообрядцев. Немножко связь с ним потеряна. Но я все равно найду его. То есть, мы бы хотели как-то, может быть, оттуда. Может быть, здесь уже организовывать вот это как-то. То есть, мы найдем. То есть, это нормально будет, допустим, вот если мы, не знаю, как мы там договоримся, не договоримся, вот с этими же антиохийцами, чтобы они, допустим, рукоположили нам священника? Это нормально? Это абсолютно нормально. Так и было в 1 апостольской церкви. Они рукополагали и уходили. Деяние апостолов 14.23. Запишите. Да, да, я помню. Запишите. Теперь, если вы думаете, в разных местах люди живут, нужно, чтобы в каждом месте хотя бы один был человек, который истинно-истинно ревностный был. И тогда возьмите наш третий том открытым оком. И там пособие по изучению. Третий том открытым оком. Скачайте. Я уже сказал. Да. И там заголовок. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Образовую группу. И они будут все одинаковые. А которые места Писания ссылка, это брать по блаженному фефилакту. Трехтомник, который это есть у нас. И дальше у вас будут все одинаковые. В разных местах. А люди будут все одинаковые православной веры. А священник будет. Да. Вы договоритесь с архиереем законным. И все. А если он, допустим, был выгнан где-то, он не запрещен. Он может служить. Это беглопоповцы были такие у староверов. Но он никого не может рукополагать. Но он законный, благодатный. Конечно. Слава Богу. Значит, теперь о возможном новом священстве. То есть, может быть, человек, который захочет стать священником. Вот вопрос о его, допустим, прошлой жизни. Вот у нас есть несколько кандидатов, которые под вопросом, скажем так. То есть, они были крещены вот тем крещением, естественно, как всех. Это вот так крапляли, ладошкой мочили. То есть, они понимают, что, да практически все понимают, что мы все будем проходить заново это крещение. То есть, не заново, а по-настоящему крещение. По-настоящему. Это был обман. Обман. А сан на нем остается. Да, конечно. Вот. И вот поэтому я хотел спросить. Значит, вот в Писании там, значит, дается характеристика священнику. И сколько мы читали, у многих отцов, ну, немножко по-разному трактуется. Вот там написано, что священник должен быть мужем одной жены. Значит, многие трактуют так, что он должен быть единожды женат. А вот другие говорят, что, значит, это было написано почему. Потому что у иудеев был вот до пришествия Христа обычай иметь несколько жен, даже целую кучу наложниц. И поэтому, значит, для них было написано, что выбери себе одно, отпусти остальных. Как вот это вот регулируется? Как это правильно понять? Понятие такое. Вы берите по высшей шкале. Если он был крещён в детстве, а после этого где-то впал в прелюбодеяние, не в блуд, даже до брака, эта кандидатура зарублена навсегда. Он не может быть священником. Если он женится, и он женился, а она была крещённая уже, и она не девица, не может быть крещённой. Она тоже где-то заблудила, а он нормальный. А женился на такой, не может быть священником. Дальше, если у него всё нормально, и она девица, но была артистка, была или есть, это тут непонятно, тоже не может быть. Но дальше уже показало дело. Вот, допустим, у него были жёны до крещения. До крещения. Теперь он принял крещение, старое всё это, что он может быть священником. До крещения, если он был правильно крещён, и такое было, эта кандидатура, не надо её тянуть даже. Иначе вы все будете заражённым этим самым грехом. Вот такая ситуация. Хорошо. Значит, вот теперь вопрос о венчании. В первые века было как? Мужчины и женщины приходили в церковь перед лицом церкви, то есть перед Богом, объявлялись мужем и женой, и, соответственно, становились как бы венчаные. То есть обряд вот этого венчания, сам обряд, он же пришёл к нам позже. Да. А как нам быть вот с людьми, допустим, вот я женат, другие женаты, то есть как нам потом вот это вот всё, чтобы узаконить? Это очень сложный вопрос. После обращения к Богу, покаяние, это самый сложный вопрос. Поэтому бывает так. Он говорит, он говорит, я вот женился и первый раз, первый раз на ней, но у ней там муж венчаны был. И уже ребятишек пятеро. Эти вопросы сегодня архиереи везде решают отрицательно. То есть разрешают жениться, при живых жёнах эту Пугачёву венчают несколько раз. По полной-то если программе, по чистоте, брать здесь всё надо пересматривать. Вот, если она имеет живого мужа, там не было о венчании сказано. Оно официально, как говорит, гражданский брак. Если даже это было, и то надо ставить в рассмотрение. Понимаете? Поэтому нужно найти хорошего, искреннего епископа, которому это всё представить. Заочно это не решается. И как он решит заранее всем молиться, чтобы через него Бог сказал. И как он Бог скажет, какой антиохийский там, хипрский, какой, не имеет значения это, патриархный Кирилл. Как и поступить? Но идти только к епископу. Священник это уже не может решить, потому что слишком запутанный вопрос. Самое лучшее такое. Я не женатый и пошёл служить Богу один. Это высшая шкала. Ну... Вы меня спросили, я вам отвечаю. Спасибо. Ну всё, согласен, согласен. Так, значит, если, допустим, всё в порядке, вот у них, да, у меня, у другого, 5-го, 10-го, как им венчаться? Так же прийти в церковь, сказать, что объявить, что они муж с женой, или сделать всё-таки обряд венчания? Ничего не меняется. Мы не реформаторы. В церкви всё признаём, кроме извращения. Извращение это в крещении. Они при живых жёнах венчают. А в венчании больше даже разговор не понимаем. Решает епископ. Но такой, который сам не такой. А он под себя подыгрывает. Понимаете? Если он бритый, он будет в града не причём. Если он развратник, он в разврат не причём. Он себя оправдывает, как Папа Римский. Этого не должно быть. А вот здесь подойти заранее назначьте пост, молитву и молитесь. Какого епископа избрать для советника? И Бог обязательно покажет. В церкви обязательно есть такие избранники. Но они другими епископами не в уважении держатся. Это уже определённо. Вот у нас в Барнауле был прислан грек. Владыка Павел. Грек. Маленький рост, щупленький где-то. Но кремень был. И вот, когда стал закрывать храмы, они под разными видами. Там холера, гриб массовый. Он говорит, театры открыты, открыты. Когда все театры закроете, тогда мы будем думать о церкви. Это места общественного скопления людей где-то. И вот у него были диаконы, службы. Он идёт по храму, кадит к иконам и считает молитвы. Считает молитвы. Это вообще... Он идёт, обычно не видит никого. Вот у него всё было по-другому. Его не стало. Другие пошли. Тут гулянки у архиереев, искушения. Я говорю, какое у вас искушение в ипархии? Как же архиерей выставил охлаждать вино? А семинаристы выпили его там. Нормально. А вот, кстати, вопрос об архиереях. То есть, отцы сначала говорили как? Если архиерей не женат... Ну, или кандидат в архиерею не женат, значит, его не ставить архиереем нельзя. Потому что, если он не может порядок навести себя в доме, то как он будет церковь заведовать? А потом уже люди придумали так, что надо, чтобы он был монахом. Ну, я так понимаю, это, наверное, как... Ну, не будем упоминать в свои патриарха Кирилла. Когда все стали разворачивать церковные деньги и разные прочие. Видимо, уже это всё надоело об этом говорить. И поэтому сказали, ну, пусть будет монахом. Как бы типа нестяжатель, да? Наверное, из-за этого. Вот как вы считаете, в принципе, кандидат в епископы может быть женатым? То есть, с семьёй, там он положительный и разные прочие. Это просто чисто вот для меня интересно, потому что мы об этом много не знаем. У меня все вопросы, все вопросы эти, что вы задаваете, все отвечены. И вы их поищите на сайте «Вопросы и ответы». 4124. Освященцы. Там говорили, вот эта выдумка человеческая, там монахи захватили власть. И потом стали их допускать монахов, а они потом дальше всё это, они умеют соединиться вместе. И разрушено было истинное евангельское учение об епископате. Епископ должен быть муж одной жены. А они теперь, как, епископ приехал на дачу к себе, а там жена, уборщица. Её надо сначала спрятать, а потом его проводить, как застоявшегося жеребца. Ещё такой вопрос, значит, обородеет, естественно, однозначно. Значит, вопрос о длинных волосах. Вот, к примеру, это я просто о себе. У меня коса такая небольшая. Я почему? То есть я её не ращу. Убрать, убрать, убрать. Остричь. Это бесчестье. Вы сегодня же её отрегите, и на этом всё. Нет, почему? Мне просто интересно. Я не из-за того. Значит, там написано, что кто растит волосы, я их не ращу, я их просто не стригу. Нет, это лукавство. Это лукавство. Видите, мы считаем житие святого Илариона. Монахи были. Монахи. Большой монастырь. Иларион великий. И они, говорит, каждый год сами себе волосы ножом отрезали. Мужчина растит волосы без чести. А я не ращу. Я и бороду не ращу, и другие органы не ращу. Но я им ума должен дать. Волосы надо остричь, чтобы они плеч не касались. Я знаю, это трудно, если уже распущено. Но хотите делать, будьте безупречны. Сразу острегите. Вот посмотрите, как Алфеев, патриарх. Я согласен, я просто спрашиваю. Потому что я ещё от чего отхожу. Я уже о длине не говорю. Там, что длинные, короткие, разные прочие. Но я же говорю, да? То есть я пишу, рисую, режу, разные прочие. То есть я икону пишу. Первую икону я написал, значит, Богородицу. То есть я был... Не, я не помню, сколько мне было. Лет, наверное, девять, что ли. Для бабушки я писал на деревяшке. Там всё. Вот. Я сколько икон вижу, настоящих икон. То есть я пишу канонические. Я не пишу эти католические портретики. Вот. Я, если вижу святого, даже если брать и даже Христа, да? То есть у него не короткие волосы. У него волосы нормальные. Это выдумка. Это выдумка. Он не был Назареем. И растить волосы всегда было бесчестим. А если давал Назарей обед, то не стриг волосы до конца срока. А срок был 3-5 лет, допустим. А Павел теперь взял... Ну, там написано у нас или вид, как он остригает волосы. Этого не должно быть. Совершенно. Человек похож на женщину. Бог не установил это. Люди не понимают. А я думаю так. Посмотрите на иконы Иоанна Златоуста. Он пострижен под бокс. Иконы. У Иоанна Златоуста нет длинных. Никола Чудотворец. То есть Павел мы будем перечислять. У всех короткая стрижка. А уже у Иоанна Кронштадтского уже вот. Это уже пошло по-своему. Никогда этого не было. То есть все святые до этого периода, всех коротко. Ну, нам не надо даже смотреть на это. Когда Библия говорит об этом. Если мужчина... Ты мужчина? Ты ростишь. Ростишь? Как ростишь? Ты же их не тянул. А то за слово ростишь не то. Когда лукавит человек, говорит, а я не знаю, усы относятся к бороде или нет. А бакенбарды относятся, нет. Да так. Не трожишь еще. Посмотри на Карла Марса, на Фильриха Энгельса. Ну, примеры не очень хорошие. Ну, однако они и держат. Они и держат. Ну, я не знаю, как там Карл Марс и Фридрих Энгельс там такие различные противоречивые всякие сведения. Они, кстати, говорят, что вот они основоположники. Но, насколько я читал, они просто были ученые. То есть, вот эту идею коммунизма, они как бы выставили как возможную, чисто теоретическую. То есть, они не собирались никуда ее там втыкать, там проповедовать и разное прочее. Вот. А уж Ульянов ее взял-то, конечно, ну чушь, все разложено. Но, с другой стороны, мы их тоже не оправдываем, потому что мы знаем, что христианами-то они и не были никогда. Вот. И поэтому... Ну, я почему говорю, что лучше их как бы вот таких и не вспоминать. Вот. Такие вот дела. Значит, по этому поводу, ну, в принципе, наверное, да. То есть, вот, значит, как мы с вами говорили, то есть, находим нормальных людей. Значит, соответственно, все крестимся, потому что здесь все вот такие покрапленные, там, пошлепанные по голове. Значит, потому что, значит, ищем... Мы сегодня, когда ездили, я думал, что приедет у них Владыка, но Владыка сейчас сегодня не приехал. Вот. Так мы с священником разговариваем. То есть, вполне вменяем нормальные, доброжелательнейшие люди. Не так, как русские священники им точно говорят. Потому что я, в принципе, с детства в этом и насмотрелся там очень многое. Ну, уже и здесь поговорил. Знаете, как бы, все-таки лукавство московское присутствие. Это совсем другое. Значит, я, в принципе, ему сказал на предмет, чего мы хотели бы встретить с епископом. То есть, вот, по поводу этого рукоположения или как-то. Вот. Он говорит, может быть, может быть, вы как-то обойдете к нам, но своим русским укладом, чтобы мы посмотрели, как-то, что-то, 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 что-то. Я говорю, ну, я посоветуюсь, спрошу. Но потом-то, конечно, хотелось бы выделиться. Вот. Ну, вот, я не знаю как. Потому что, знаете, как-то вот, мы вот очень много, ну, пять лет здесь и вот мы грекам ходим. Я, конечно, понимаю, что они православные. Ну, может быть, то, что наши вот здесь русские корни. Ну, когда, знаете, на Пасху Христову заумивно поют. Ну, я немножко знаю так гречески, потому что, ну, как бы учил, смотрел это. Вот. Ну, по сравнению с нашей Пасхой и их Пасха, ну, как будто кого-то хоронят. Светлое Христовое воскресенье. Как это так? И вот такие. Не знаю, у меня душа не принимает, я вам честно скажу. Я не знаю как. Вот. Ну, у этих как бы, ну, все равно как бы вот так вот. Ну, я не знаю. Я вот что хотел сказать. А у вас нет возможности выйти вместе с епископом в скайп? Он задал вопросы. Он с вами рядом. Вы знаете, если получится, если получится, потому что он, а, ну, кстати, ну, ничего, если переводить будем, да, то есть он английский, потому что здесь есть служба у них на английском, даже у греков. Вот. А если у вас кто-то знает, или мы можем переводить я там или жена или кто-то там еще, потому что, как бы, вот, но говорить-то нужно будет, конечно, на понятном обоим языке. Вот. И, я не знаю, есть ли у них, да это скорее всего где-нибудь там в этом самом есть у них там. Ну, можно будет по телефону, но мы можем с телефона выйти сказать, не проблема. Нет. Нам нужно вот здесь выйти по скайпу только. И чтобы был переводчик хороший, мы обязательно поговорим. Потом он будет просто благодарить Бога, что это заочно еще не делалось. Вот смотрите, какой образец. Вы посмотрите, как служили при князе Владимире. Это сейчас вторая гляция, которая. Надо приглядеть за туда. Какое благоговение. То есть это надо все учесть. Но чтобы законно был рукоположен епископат. Это основа основ. Конечно. Ну, вот я сколько просмотрел, то антиохийцев у них нет нигде закоса, никуда. Это не греки, которые там и кремну, там как бы унию. Я, конечно, не знаю. Сколько я документов смотрел, я нигде не нашел, чтобы они потом покаялись в своей вот этой вот унии. А то, что они их осудили, да. То, что они их проклинали, да. Но что они покаялись в своей унии, я нигде не нашел. Так что у греков это так, оно и как бы не очень хорошо. Ну, раз их принимают, так принимают. Я, собственно, говорю, что это же не меня принимают, это их принимают. Вот. Есть такой рассказ. Приехали из деревни, храм уже построили к владыке. И говорят, владыка, нам нужен священник. Он говорит, хорошо. Ну, владыка, нам не простой священник-то нужен, а такой, чтобы был по всем вначале говорить, какой он должен быть. Ну, какой. Ну, все перечислили хорошее, чтобы был высокого ростом, приятной надежностью. Да. Чтобы был при деньгах, потому что он везде будет где-то, но мы содержать его будем. Ну, все, все высказали ему. Какой он должен быть. Речь, чтобы была хорошая проповедь. Говорил, голос был поставленный, как вот у патриарха Кирилла. Они все рассказали. Он тогда пошел, говорит, хорошо, есть, у меня тут один такой. Маленько погодя вышел, по токаршечку показывает им. Да как, где он? А такого, говорит, живого ни одного нету. Да. Да, это точно. Так что тут надо все благоразумно. Все это выдержано. Не так, что вы только начнете, вот сейчас вы говорите, а уже сатана против вас. Он сейчас будет строить козни. А с кем вы советовали, если это раскольник, еретик там, на меня там все, это вам тоже будет в ущерб поставлено. Хотя я нигде за каноны не выхожу. А просто ненависть ослепляет глаза, говорит, так. Кровавой пеленой перед глазами. И поэтому вы уже сами там смотрите, разговариваете, но нигде никакой лжи не допустите, минимум даже. Конечно, конечно. Ну вот по поводу чего вы сейчас сказали. Вот мне, в принципе, я уже забыл, сколько мне, 55, что ли? Я не считаю свои года. Вот, я как бы мальчик уже взросленький, сложившийся. И то, что мне там говорят, ну, другие, да? То есть свое мнение навязать. Ну, я как бы на него, на такие слова неудобно говорить. Вот они мне без разницы. И поэтому я знаю, чего я хочу. Я знаю, чего хотят люди, которые со мной, которые не просто так пришли в детский сад в песочнице сидят, а им там кто-то чего-то там рассказывает. И поэтому я не думаю, что кто-то чего-то как-то. Вот я же вам говорил, что я там режу там и делал там всякие там вот в храмах. Я когда первый свой храм делал, у меня один знакомый священник, отец Сергий, вот. И я вот готовился, как будто вот уже все. Он мне говорит, ты знаешь, я тебе, говорит, одно хочу сказать. Я у него не спросил, не благословение, ничего. Ну, просто мы с ним разговаривали об это время. А он говорит, я тебе могу сказать одно. Вот ты сейчас живешь спокойно. Как только ты начнешь делать чего-нибудь нормальное для церкви, у тебя будут такие проблемы, ты себе представить не можешь. Даже уму, даже разму, не поддающееся объяснение. Я говорю, спасибо, Господи, батюшка. Вот. Но он, по-моему, малыш или у меня был. Ну, какая разница. Вот. Я говорю, ну все, все, все нормально, все. Как только я действительно, я только начал рисовать эскизы. Вы себе представить не можете. И это было до лет тридцать с лишним назад. И все тридцать лет, как только чего-нибудь я делаю для церкви, или там для какого-нибудь человека, ну, для друга, для знакомого, просто там икону пишу или режу, или что-нибудь такое делаю, у меня такие проблемы, что я уже, я к ним просто привык. И меня это напугает. Если бы меня это пугало, я давно не занимался. А уж извините, поработать для Христа и сделать это все по-настоящему, как мы собираемся, как говорится, с чистого лица листа вернуться все-таки к Христу, это очень тяжело. Все это понимают. Все это понимают. Я точно знаю, что в России, ну, в СССР или в России нынешней, вряд ли бы это удалось сделать. Потому что у меня было очень много попыток. И буцкали, и сажали, и я это все прошел. Здесь, почему я говорю, что Америка на самом деле богом хранимая страна, здесь не то, что никто палки в колеса не вставляет, здесь еще спасибо скажет. На самом деле, вот, конечно, есть определенные трудности, они везде есть. Но они не такого характера, когда ты делаешь, а тебе запрещают или не разрешают. Вот мы почитали, у вас там уже вообще полностью уже там все подмяли под русско-православную, и там уже цензора поставили, никакого общества не сделать. Раньше было десять человек, теперь вообще, я не знаю, сто тысяч десять. Плюс там, у них там свои эти цензоры, которые, если сказали, что ты собака, а не человек, то ты и будешь собакой. Вот, и... Ну, о чем говорить-то? Вот это вот, я не знаю, как бы... Мне просто непонятно. Неужели люди не понимают, что все, что они говорят там, да, законы выпускают? Весь мир уже читает. Вот это лицемерие, оно как? Ну как оно, это лицемерие? Понимаете, это система. Он в этой системе земной, по земному мыслить. Он понимает, ему нужна защита. Обязательно. Вне защиты этой системы, он беспомощный. Ему обязательно нужно, батюшка благослови, на каждом шагу. Уже все понятно. А вот я хочу молиться, поклоны делать. Вот, вот эстовка. Батюшка благослови, ну хочу благословляться, молиться Богу. То есть человек делается совершенно невменяемым. И в этом больше всего помогают центрские отделы. Центрские отделы и миссионерские отделы. Это самое опасное, что есть в государстве. Это привело к крушению царского режима. Они каждое слово брали, давили и везде все выщелкивали. И наконец пришли к тому, что есть все зарубежное. Это при Сталине было. Или коммунистом будет, или в ГУЛАГ иди. Это вот все отсюда идет. Ну, там маленькая какая-то подвижка у коммунистов. А у священцев-то никакого нету. Папа Римский тот принес покаяние, загонение евреев. У православных покаяния вообще никакого нету. Гнали старобрядцев. Я говорю, евреев не гнали, царь. Мусульман не гнали. Буддистов не гнали. Одних природных староверов, которые сохранили веру старобрядцев. Гнали, гнобили, доставали, сжигалось все на пути. Объясни, чем? Да. Потому что это единственные люди, которые могли подсказать, что вы делаете не то. Вот почему. Поэтому на вас будут страшные нападки. На вас будут... Вы уже знаете это дело. Каждый наш разговор будет ставить вам в упрек. А вы услышали мои слова? Вы не верьте мне, Кирилл Иерусалимский говорит, если слова мои не сходятся с Библией. Ты посмотри, что Бог говорит. И ты увидишь, что я тебе на плохое... Зачем буду наставлять? Ты задаешь вопрос, я тебя отсылаю к епископу. Вопрос задал, я отвечаю по Библии. Все правильно. Ну, однозначно здесь просто... Понимаете, как? У них зависть. У них зависть. Зависть в том, что они уже не могут быть совершенно нормальными людьми. Да. Они не могут. Потому что они вот эту свою машину гадкую запустили, а теперь ее остановить просто невозможно. И они теперь как бы сами у себя и заложники получаются. Да. Ну, ладно. Вот я еще хотел спросить у вас о молитве. То есть о самом, о служении, о молитве. Вот. Ну, как? Мы вот используем, допустим, молитвенники вот наши, старые. Ну, утренние, вечерние молитвы там. Ну, и, соответственно, там, перед причастием. Ну, сейчас причастие. Какое сейчас причастие? Если мы уже понимаем, что сейчас причащаться никак не надо. Ну, вообще, то есть сам смысл. Может быть, какие-то есть старые, старинные, от чего там отходить, от чего отталкиваться. Потому что я же служил в церкви, вот, перед тем, как это самое, сюда уехать. Меня же нагнали оттуда. Вот. Ну, и последнее, я же вам говорил, да, когда уже убрали весь живот наш Христу Богу придадим, когда уже наш батек там запел. И всю жизнь нашу, я говорю, я потом, у меня же как это, я не знаю, по голове. Я у меня потом спрашиваю, я говорю, батек, это что такое-то, как? А что, ты животист, что ли? Я говорю, не понял. Ну, вот, сейчас новое такое, что вот, типа, в тот застал старые, там, церковно-славянские слова держатся, вот они, как бы, типа, клан животистов, а вот мы такие, вот, это самое, хорошие. Я говорю, ну, я, конечно, понимаю, что, как бы, ну, должна быть какая-то там, новизна что-то такой, но не до такой же степени, что уже, как бы, ну, я не знаю, ну, кто старых там, кто-то там, да, ну, кто старый ходит в церковь. Ну, мне режут по ушам, честно, патентов не хватает здесь. Я не знаю, как. Ну, я, конечно, понимаю, что нужно говорить с людьми тем языком, который они понимают. Ну, уж извините меня, я приехал в Америку, и если я говорю по-русски, меня не понимают, на меня смотрят, как дурака-то, что? Здесь говорят по-английски. А если мы идем к Богу, и, ну, это мое просто мнение такое, может, я не прав. Вот, и отцы, допустим, в России приняли, что служба должна идти на церковно-славянском языке, и когда мне говорят, что, ну, люди же не понимают, ну, если я приехал в Америку, я учу английский язык, а почему люди идут к Богу? Идут к Богу, и не хотят даже хотя бы пролистать, посмотреть, что это такое церковно-славянский язык. Ну, как это? Опять же. Вот, а вы, а там, а вы, а ты сказал, о, да что ты меня отвечаешь? Я говорю, ты вообще молишься когда-нибудь? Да, молюсь. Я говорю, ты Христа на вы называешь? Или на ты называешь? Это как? Ну, на ты. Я говорю, ну, тебе сказали ты. Что ты обенишься, непонятно. Ты считаешь себя христианином, да? А его братом считаешь, да? Ну, а брат и брат, они как говорят? На вы или на ты? Очень интересный вариант. Ну, и тут сразу начинается вот эта вот непонятность в стиле. Так, кто прав-то? Когда ты Христа называешь на ты, это нормально, а когда он твой брат называет тебя на ты, ты начинаешь обениться. Это как? То есть, вот такие вот вещи просто. Люди, которые не знают, это на самом деле, да? Вот я говорю, английский язык и русский язык. Ну, два противоположных общая языка. Английский очень простой, вот такой, тут нет такого ты и вы. Вот многие, когда начинают учить, им говорят, англичане все друг друга на ты называют. Да нет, они называют все на вы. Нет такого понятия. Ты и вы. Было когда-то в староанглийском, но это ушло уже. И сейчас все как бы друг друга, как бы на вы. Но, соответственно, все понимают, если отец говорит с сыном и говорит ему там, ну, ю, то есть ты, он понимает, что он говорит ему ты, и сын отцу ты. Ну, когда с незнакомым где-то там, естественно, понимают, что это вы, как бы, уважение. А русский, ну, я его больше всего, как бы, так скажем, словоблудским языком, вот, особливо коммунисты, очень преуспели. Они могли три дня говорить, и что он сказал, вообще непонятно. То есть, он говорил, а смысл-то, что он сказал. И вот, как бы, с одной стороны, это очень хорошо, очень красивый язык, а с другой стороны, ну, неконкретный такой. Ну, такие вот, как бы дела. И поэтому, вот, я бы вас хотел спросить, чем пользоваться, каким молитвенником? Видите, как, вот, нужно найти золотую середину. Вы сказали, вот, в Англию я приехал, я изучаю английский язык. Почему? Вокруг тебя не понимают. И применять по отношению к Богу, это не правомощно, потому что Бог-то нас понимает, хоть на японском, хоть на хинди говори. И поэтому божественный язык, мы знаем, это язык любви. Конечно. И поэтому, конечно, филиппийцам открывайте свои желания перед Богом. На тебя медведь нападает, а ты, Богородица, Дева Радуйся будешь считать. Не знаю. Он даже видя, уже рассказы рассказывают. Господи, увидел монах, по пустыне идет, а лев идет. Господи, дай ему сердце человеческое, сердце человеческое, вразуми его. Медведь, друг этот, лев встал на задние лапы и стал считать молитву перед обедом. Благодарю тебя, что подаешь мне пищу в свое время. Так что надо просить, да знать чего просить. Поэтому мы должны, конечно, ратовать за русский язык. Русский. Об этом говорит Феофан Затворник. Когда люди не понимают, вот зайдите на наш сайт, и там написано русский язык. И об этом решение уже принято было на 17-18 года соборе. То есть библейское, вот мы стали идти таким путем. Мы добились разрешения официально. У нас идет служба на церковнославянском. Но библейское, все, это по Риме ветхозаветное чтение, псалтырное чтение, новозаветное, считается на русском языке. Потому что это утверждено синодом. Синодальный перевод-то. А молитвы такие будут, даже утверждено быть синодом. Там было сказано. Но у нас тут и большое исключение. Если эти псалмы поются, тогда мы их поем по церковнославянски. А если считаются, считаются по-русски. То есть мы нашли вот баланс этот. И к нам претензий никаких нет. Люди должны понимать. Понимать. Апостол Павел говорит, если я говорю на незнакомом языке, я на ветер говорю. Лучше пять слов, чем десять тысяч на незнакомом. Десять тысяч и пять переверить. Понимаете. Вот такое дело. Если мы решили уже делать все как есть, поэтому вот наш опыт, это самый правильный мы считаем. Мы не стали ничего менять, но уже утвержденный на синодальный перевод стали считать по-русски. Это почти половина службы. Все нормально. И у нас служат, когда архиереи патриархиные, вот приезжают по телевке, претензий никогда никто не говорит. А наш епископ говорил, ну вам разреши одно, вы запали, так вы по локоть руку откусите. Пойдете дальше. Мы не пошли на это. Нигде. Нам три года было запрещено говорить о русском языке, и мы три года молчали. И потом сразу начали служить. И мы видим, что людям надо объяснять. У меня был такой вот священник, встретился там в церковном магазине, и говорит, а я за церковнославянский. Я говорю, не понимают. Как не понимают? А мы с женой понимаем. Я говорю, вы разговариваете на церковнославянском? Да. Да. И хорошо ты его знаешь. Конечно. Я говорю, давай переводи. Я зашел в магазин к брату такому-то. Он переводит. Теперь я стал спускаться по ступенькам, и наступил на шнурок. И упал, и расквасил свой упрямый поповский нос, и потекли с соплями кровь. Все, он засох. Я говорю, ты не выйдешь из магазина, пока не переведешь. Вот и все. Надо переведить под Милорс Тура. И когда Альберт Швейстер был, а у него мать там француженка, отец с немец. Его говорили, какой родной язык? Он задумался. Наверное, говорит, тот, на котором я во сне разговариваю. Ну, да. Но тут тоже многое такое непонятное. Конечно, на котором говоришь, оно и понятнее. Но, с другой стороны, вот ваш, кстати, опыт очень интересный. Хотя, с другой стороны, все-таки я бы их все равно всех прогнал бы через обучение. То, что они не понимают и говорить на русском языке, ну, я бы, скажем так, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, хоть говорим на СССР, ну, я СССР больше называю, хоть говорим на СССР, хоть не говорим, я не думаю, что это их сподвигнет к тому, чтобы учить. Тут, по крайней мере, хотя бы как бы слова, понятные, непонятные, и, как бы, вот, интерес, может быть, кого-то даже зажигает это, да, там, в учении, соответственно. Хотя, с другой стороны, когда я вот с баптистами разговариваю, они вот, вот там, в Библии написано. Я говорю, какой Библии? Покажи мне, вот, показывай. Я говорю, а что ты берешь? Это наша книга. Ты не мишка. Право ее брать вообще? Тем более, многие книги, сейчас написано, как там, читаешь, читаешь текст. Половина на понятном СССР, половина на старом русском, половина на церковно-славянском. Я говорю, ты знаешь эти слова? Ну, ты знаешь, почему ты читаешь? А ты лезешь объяснять, что там людям, что-то такое. Я говорю, вот я скажу, от тебя воняет. Ты на меня обидишься? Ну, конечно. Я говорю, здрасте. А как же ты читаешь нашу книгу? Воня? Это вообще приятное. А то, что ты думаешь, что воняет, это назывался «смердит». Там так и написано. И поэтому очень многие слова уже имеют совершенно другой смысл-то, как раньше они имели. И поэтому как? Здесь надо учить, надо читать, надо смотреть. А то, что переведено, вот, кстати, вы же обратили на внимание, да, есть несколько переводов вот на русский язык. И там читаешь, 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 вроде понятно, понятно, ну раз, церковнославянское какое-то слово или там старое русское слово. Как это? И вот я сколько смотрел, я нигде не находил ни одного перевода, чтобы оно было вот на современном русском языке. На современном. Такого я не видел. Богослужение на русском языке? Не-не-не. Евангелие и вообще Писание все полностью Библия. Вот на современном. Я так говорил, на что, на русском языке? Да. Ну, на современном. Вот, все, что есть, я могу даже, ну, сейчас на память я не вспомню. Вот, читаешь, читаешь, чего-нибудь, и потом раз, какое-то слово, либо церковнославянское, либо старое русское. Вот, в рядовом, то есть в ряду идет. И многие, кто не знает старые слова. Это мне просто интересно было, я учил, читал, и там, ну, я знаю их, я могу объяснить. на переводе, сколько слов, которые нужно пояснять, примерно, скажите. Ну, я на память, я не вскину, сейчас не скажу, но я думаю... Не больше двадцати, не больше двадцати слов. Я хотел сказать. стоит ли перевод трогать-то? Переведи их. Паки бытии, то есть это будущее, жизнь. Паки бытии. Да. Да. Ну, я это понимаю, я это знаю. А другие-то не знают, и вот даже вот... Ну, то есть, вы понимаете как? И вот я не знаю, как, а почему, мне просто интересно, почему вот никто не взял и не перевел? То есть по-человече. Почему? Уже перевели. Ну, я о вас не говорю, это понятно. Они же вас как бы в авторитет себе не ставят же, а вот они, их целое кодло, просто я их другим словом назвать не могу. Это кодло людей, которые сами не живут, и людям мешают нормальным. Ну, так вы начните с себя, вы переведите все бумажки свои, все разные прочее. Вот когда говоришь с московской патриархией, да, там, с священником или с кем-нибудь, да, по истории, я говорю, а что произошло-то, старообрядцы, там, вот это все, мне просто интересно, ну, я так это, не больше я понимаю. Ну, они просто люди глупые, упрямые, там, правка к них, правка к них, а я говорю, а что их править? Что, поуже, подширше, что править-то? Ну, вот они вот понимают, ну, а ты все равно это не поймешь. Я говорю, конечно, я же дурак, а вы все умные. Ну, так вы исправите, вы покажите, где они не правы. Вы покажите истории, покажите, где в Писании, в Святом написано, что они не правы, а вы правы. Покажите мне. Никто и никогда. Никто и никогда. Вот и все. Самый простой и прямой ответ. А, кстати, вот еще я сам хотел спросить, вы же знаете, да, в советском тексте. А что? Но там же исправлено было, там некоторые вещи. Какие, где конкретно? Ну, вот один из, то есть даже не спорных вопросов, а даже у евреев это написано. Когда говорили о рождении Христа, там написано было, я сейчас не помню еврейские слова, как-то Аманда и что-то еще, но сам смысл, что там написано, что он родится от девы. А, значит, они, чтобы скрыть это все, они написали родиться от девушки. Ну, девушка, в принципе, да, то есть как можно понять девушку? Девушка по годам, да, то есть она же не зовешь ее бабушкой или тетенькой, когда она юная. И что тут такого? Ну, естественно, все рождается как бы от девушки. Вот. И то есть вот это Аманда, и не помню, как это слово, то есть одно вот это, и еще там в некоторых местах было переделано. Вот. И я не помню, я вам рассказывал, не рассказывал, я очень много разговариваю по скайпу, так пишусь тут, ну, здесь со священством, ну, просто мне интересно, какое направление какое-то, мы сколько выбираем. И как-то меня судьба натолкнула, он себя называл православным, там, как они, господи, которые с крестоносцами-то ходили сейчас, надо на память, на голову. Вот с Англии у них там, эти самые первые, как они говорили, христиане в Англии были, я сейчас вспомню, я скажу, так он у них там был даже в чине, как бы не соврать, чуть ли не митрополита. И он совершенно реально при всех высказывался, что мужик с мужиком – это нормально. Я напишу, батюшка, вы, может, я что-то неправильно не понял? Может, как-то перевод ваш не понял? Как это? Это где это? Это что это? Да, ну, да, Христос, но он не говорил, что это правильно, это правило, то есть, а как бы, ну, это… Я говорю, где это написано? Вообще, я понимаю, просто человек рядовой сказал. Я уже это не понял бы, когда сказал священник, ну, вы, епископ, вы о чем говорите? Он говорит, да, это все нормально, выложено с ними… Не тратьте время, не надо об этой мерзости говорить. Садомиты, они будут сожжены. Из-за них за ним грозит. А смысл? Да. Смысл какой? У них в английском переводе вот этого, что мужеложники, прелюбодейцы, и разные прочие, царство божие, что это грех, смерть, у них этого нет. У них, в их переводе, в их напечатке, нет этого. Это как? Ну, как? Вот это вульгаты, вот вульгаты. Это люди подгоняют под себя и прочее. Нам о ней зачем говорить? Поэтому я говорю, для нас, синодальный перевод – это основа основ. Это лучший перевод, может, в мире, за всю историю. Согласен, согласен. Вот. И вот по поводу объема, скажем так, вот с чего я начал вопрос, да? То есть по поводу объема молитвы, то есть вечернее и утреннее правило. Я же так понимаю, что, ну, допустим, там есть у меня время, да? Вот. Вот мы каждый вечер 8 часов, вот в синие же время, то есть с детьми молимся и кладем их спать. Вот. Утром, соответственно, короткая молитва. Даже днем они ложатся спать, они молятся и кладутся спать. Но, естественно, я понимаю, что если я буду с ними там читать, допустим, утром полтора часа, когда они только встали, нужно что-то такое делать, но и времени просто не хватает, и как бы, да, то есть короткая молитва, там, отче наш, там, что-то такое-то нормально. Либо, наоборот, допустим, на сон грядущем, когда я их уже положил, маленьких совсем, которые, а вот, допустим, у меня дочка 5 и сын 4, то есть они сидят с нами молятся, и я понимаю, что стоять им как бы не особо, потому что маленькие, на ней могут приснуть, и там упасть, и все, а когда сидят там, часто бывает, что он сидел-сидел, молится и засыпает, это нормально. То есть вечерние правила можно делать, нормальные, как по молитвеннику, заснул, ну и слава Богу, а вот утренние, допустим, передвигают, соответственно, после ели, это короткие, естественно, вот объем какой, кто, когда, вот меня просто всегда интересовал, кто собирал эти молитвенники, причем они во всех молитвенниках разные, есть молитвы общие, похожие, а так их столько там, начиная от двух часов, там, не знаю сколько, объем, какое-то правило, где-то хоть кем-то установлено, есть? Я отвечаю, я говорю, как у нас есть, а потом посмотрите, как это есть. У нас наоборот, главное, это утреннее, а не вечернее, когда человек усталый, утреннее. Если на утренней молитве не будут все домашние, нет церкви домашней, подними всех, если они не поднимы. Утренняя молитва, ну сколько я скажу, никаких полтора часа нет, допустим, 25 минут. Утренняя молитва. Что в нее входит у нас? В лагере в детском везде одинаково. Первое, мы считаем как начальное, семей, поклонный начал. Боже, милости, будь мне грешным, создав меня Господи, помилуй меня, бесчиславец и грешил, прости меня грешно. Три поклона. Достойно, слава Отцу и Сыну, и так, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причисления Твоей Матери, и далее. И дальше, за молитвой святых, и Царю Небесной, три святоя, до Отче Наш. Отче Наш прочитали, и утренняя молитва, которая входит до молитвы. Ну, дальше, ну, Отца на слав, благодарю Тебя, Христе Божий, проще такое-то. Вот. После этого мы считаем Псалтырь. Псалтырь на русском языке, это вся Псалтырь разбита на 20 кофизм, а кофизма на три славы. Ну, два, шесть, шесть, шесть. Одну шестьдесятую часть мы считаем, только на русском языке. Дальше мы считаем одну утреннюю молитву Господу Иисусу Христу, молитва слова на русском языке, одну молитву Ангелу Хранителю, и одну молитву Божией Матери. После этого мы начинаем молиться, вот, сто поклонов. Сто. Мы молимся, ну, первое, это десятка, Иисусу Христу, Божией Матери, Ангелу Хранителю, Иоанну Христителю, Николычу Дотворец, святые пророки, небесная сила, апостолы и евангелисты, мученики, мученицы, святые отцы, жены и девы. Все. Но здесь мы поминаем всех, и правителей, и патриарха, и папу, мы молимся за всех, и друзья, и помощники за врагов, вкладываем в эти сто поклонов. Все это займет... Как, Володя, у нас 25 минут примерно уходит? Больше? Ну, где-то так примерно. Ну, где-то так примерно. Где-то примерно так. Но, если ты можешь днем, то вот это три святые, сто поклонов, в день не меньше семи раз молиться. Это занимает семь минут. Семь. Ребенку семь минут, это не трудно. А ты не можешь, ну, хотя бы один раз. Вот мы молимся, дети играют, они увидели, что мы молимся, они подбегают и тоже, ну, семь-то минут, это бывает и шесть, и пять. Дальше. Можно. Есть? Вечером мы точно так же краткой молитвой молимся. Три святые, сто поклонов. Вечером краткая молитва. У нас вымерено это все. Это самое, считаю, правильное. Мы долго к этому шли, все это смотрели, как лучший опыт брали и пришли к тому, что утренняя молитва, это все должны быть. Домашняя церковь. Все. Если больной, то рядом должен слышать. А вечером уже, кто раньше узнал, кто когда, это его право. Но должен помолиться сам. Сам. Ребенок должен хоть три поклона вечером и лег спать. Ребенок не должен на молитве томиться, но утром он уже должен выспаться и на молитве стоять бодро, подбодрить его. На молитве до конца стоят все. Вот я сказал сколько, не больше полчаса. Раз в день. Ну да. Ну, по молитвенникам у нас получается, значит, вечернее правило где-то 45 минут и утреннее, я не помню, 30, что ли, в районе 30. Ну, 25-28. Вот. Я, как бы, не быстро читаю среднюю. То есть, вот так и так, чтобы было понятно, естественно. И, ну, я просто спросил, почему. То есть, если хоть какую-нибудь, хоть где-нибудь там, допустим, какое-то законное уложение, любое, как бы оно ни называлось, канон, канон, там что-то. То есть, никто не писал это, да? То есть, написаны разные. Мало того, я переводил с немецкого языка молитвы, кажется, с английского. Хорошая молитва, которых у нас нету. А так, молитвы Василия Великого, Иоанна Златовуста. Но войти вот в эту норму примерно столько-то. Ребенок не должен утомляться. Конечно. Ты приучи его, что скажи, помолись хотя бы пять поклонов, десять там его, и немножко с ним, если можно. И ложитесь спать. Ребенок должен утром быть бодрый, встать вместе со всеми. Вместе со всеми. А вечером, может, на три часа раньше тебя ложиться. Поверьте мне, это самое проверенное правило. Ну, у нас получается так, что я-то работаю, ну, в большинстве своим домом, я мастерская рядом с домом. Вот. И, как бы, ну, себе. Вот. Но у меня, у жены получается так, что мы, допустим, помолились, детей вложили, а когда делают, у нас четверть детей маленьких. То есть, естественно, ну, вечером, сидим или там ночью, кое-что там делаем. Допустим, готовим там, или убираем, что-то такое. Ну, и соответственно, ложимся там попозже. Ну, и встаем где-то, ну, так, ну, в восемь, когда в семь. Ну, дети встают. Это вообще ужасно. Вот у меня жили на квартире, ну, наши люди там, студенты там, то другое. Я никогда ни за одного не брал ни рубля. Но условие одно. Наши правила. И мы встаем вместе всегда в 4.40. В 4.40. А они помолились, и сразу ложатся спать. Ложатся спать. Потому что им надо на занятия быть. Но в 4.40 мы встали, помолились, они легли спать, сколько теперь им, сколько надо для сна. Дети должны выспаться. Понимаете как? Конечно. Одна утренняя молитва, объединяющая нас, должна быть. Интимная встреча с Господом. Это домашняя церковь. Если этого нет, у вас будет все время неурядиться. А вечером ребенок говорит, я спать хочу, пораньше уложите. Вы в этот график можете войти в течение одной недели. Вставать рано надо. Библия говорит, предваряю рассвет и взываю. На слово-то предваряю. То есть, рассвета даже нет, а я предваряю его. Давыд говорит, вставать надо рано, не в 8 часов. Кто рано встает, тому Бог дает. Ну да, когда дела делать. А вечером нажитесь, рано кто встает, называется жаворонок, а поздно сова. Что спрашивают, сова и жаворонок? Ну да, ну я наверное фейден. Ну потому что просто, допустим, когда дети все, все и невозможно делать многие дела. Вот пока их укладешь, вот когда тишина, слава Богу, тогда что-то еще можно сделать. И поэтому, я не знаю. Но для меня встать утром рано, это я супер подвиг совершу. Знаете, вот у нас детский лагерь. Приезжают дети, почти совсем ничего не знают. В течение двух-трех дней они уже переходят на режим. Проходят две недели. Хотите, чтобы мы вставали позже? Дети нет. Они уже вошли. Мы видим рассвет. Видим, как солнце сходит. А вечером ложатся рано. В деревне еще там крики, шум. Игра окончена. Все должны уйти. Полная тишина. Поэтому встают они в 4-40. Но ущите, если он лег в 9. В 9 лег. Ему 3 часа и 4-40. 7-40 это вполне достаточно. Но в лагере... Если уже 9 лег, конечно. А почему им? Подождите минутку. В лагере это в 4-40, то не встают они? В лагере встают в 5. В 5, да. В 5. И по солнцу. Вот. А солнце идет, как у нас, ну, день короче, тогда в 5-30. Солнце еще позже, в 6. Если уже ближе к выходу, уже из лагеря уезжать, в 6-30. То есть рассвет мы должны предварять. Это условие выполняется. А когда ложится, дети говорят, все время у них консенсус. Они тут свой референдум устраивают. Бывает, доиграть надо, команда футбольная доиграет. Везде все мальчики на первом месте. За стол первое. Купаться первое. Ну, вот и скупались девочки. А вечером-то у них косы. Им надо просушить. Поэтому мальчиков уговариваем. Давайте разрешим девочкам. Я не настаиваю. Разрешим пораньше пускай скупаются. У них волосы. Да вот так. Ну, я его тогда передстроим. Девочка выйдет там, лет 12 уже ей. Ну, ты не видишь, какая красавица. Ну, еще года четыре. Ты же в юном будешь вокруг нее ходить-то. Ну, уступи. Я не давлю его, а подтягиваю к этому. Имей понятие вот это вот. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Вот. А еще хотелось спросить. А, допустим, сама служба? Там, литургия, там, и все остальное. Как вы? Вы придерживались чего-то сейчас в православии? То есть, ну, в московской патриархии или что-то такое свое тоже? Сама служба? Служба? Мы не имеем права от нее отнять ни одного слова. Оглашенные изыдети все должны выйти. Как вот у нас это делается-то? Так это, ну, по канонам-то. Когда скажут, оглашенные изыдети, они не заходят. А скажут, с миром изыдем, в это время они могут зайти. В службе я абсолютно не прикасаюсь. Считаю, она неприкасаемая. Служба Иоанна Златоуста. Но я вам сказал, как у нас в службе на старкомнославянском, что по-русски мы считаем библейской, по синодальному переводу. Служба неприкасаемая. Ну, то есть, как обычно, то есть, если обыкновенно это Иоанна Златоуста, если планирует спасение... Все. И щин церковный, и на крещение, и везде все строго по канонам. Какие они идут? Мы, Московская патриархия, не отличаемся ни одной буквы. Нигде. Понятно. Все так же поддерживаем. Но слово Господа, в это, чуть не забыл сказать, когда считаем символ веры, в Духа Святаго, Господа истинного, надо истинного говорить. Потому что впереди говорится, Бога истинного, от Бога истинного, а тут Никон выбросил. Ввести это слово обязательно. Духа Святаго, Господа истинного, животворящего. Потому что Дух Святой не ниже Отца, не ниже Сына. Конечно, конечно. Это Никон сделал неправильно. Однозначно. У меня, может быть, получится, здесь получилось, как я говорил, со всякими перезваниями, священниками, здесь есть одна церковь, но она украинская, она очень старая, и они умные, и решили отойти от книг, она у них очень старая, и у них есть полный сборник всей литературы. И вот они отошли, они не хотят служить на церковно-славянском, ну и как бы они там свое, английский, что-то я не пойму, в чём. Мы когда говорили, их батёк говорит, не знаешь, куда книги продать? Я говорю, ну знаю, конечно, куда. Полный церковный обиход. Я говорю, ну а сколько это стоит? Вот я переговорю, я говорю, какие книги, вообще какого они издания, они очень старые. И вот я хотел просто посмотреть, может быть на самом деле, потому что часто встречается такое там, но какие деньги там стоят, я не знаю, не думаю, что уж очень много они возьмут, а с вами не нужно. Но просто вот церковный обиход старый, мне бы, конечно, хотелось бы иметь. Вот там полностью всё, все богослужебные... Вы только службу богослужения не затягивайте больше полутора часов. Не затягивайте. Конечно. Это можно по-старообрядки стоять двенадцать часов и ничего не знаю, с толпами, стоя спать научиться. Да, и попадать. Всё правильно. Ну, здесь вот как бы такая практика, она здесь служба и небольшая, но она и не короткая. Но, когда люди приходят в церковь, они проводят очень много времени. Почему? Потому что многие приезжают до службы, идут в церковные классы. То есть вот для... Ну, кто там проходит, допустим, какие-то там обучения или ещё что-то такое там. Потому что многие не могут ездить, допустим, каждый день и в середине недели, потому что живут от церкви там. Ну, кто там за сто майлов, кто там за шестьдесят. Ну, каждый день же не будешь есть. А уже один день выбирают, а очень многие приезжают только в воскресенье. То есть на вечернюю не приезжают в субботу они. Вот. И поэтому как бы вот этот весь день посвящается действительно церкви и вот обучению, там какие-то разговоры, может быть какие-то там заседания будут, собрания, отчёты и прочее. Вот я как в прошлый раз говорил, что здесь деньгами заведует не священник. Здесь деньгами заведует действительно приход. Вот, ну, сам, как сказать... Как же это сказать-то? Ну, совет, короче, вот. То есть людской совет. Они распоряжаются. Что строить надо? Что покупать надо? Что там надо, как бы, что-то куда-то кому-то дать, кому-то не дать. То есть священник отслужил, и будь здоров. Всё. Нет, ты как и нормальный человек, можешь со всеми сидеть там, всё, всё. И постоянно у них каждый год обязательно, и раз, по-моему, в квартал, что ли, собрание объясняют, сколько денег пришло, куда пошло, куда что-то. Здесь всё полное, открытое. У священника есть свой фонд небольшой. Вот. То есть он может купить, там, книжки какие-то, там, ещё что-то такое, кому-то дать, там, ну, от себя чисто, что там, то есть вот такие вот дела. То есть этим здесь, скажем так, больше подходит вот к настоящему христианству. Не так, как в России. Все деньги у батька, и куда он хочет, он их и девает, собственно говоря. И поэтому здесь уже все к этому привыкли, когда я говорю, что деньгами в России рулят попы, они говорят, так быть, а как так? Так же не может. Много чего не может быть. Вот. И поэтому здесь к этому привыкли, что много на службе никто не будет. То есть, ну, а что там служить так долго-то? Непонятно. То есть вот, это же не монастырь. Это в монастыре, там, они могут там, ну, все на месте и сколько хотят. Вот. А гражданское, как бы, такое, мирское, но не должно быть длинное. Я этого не понимаю. Вы сразу введите такие правила, вот мы поставили в устав. Свящи должны быть чисто восковые, не малейшие примеси. Да. Второе. Всякая торговля, чтобы была истреблена. С тарелкой по храму не ходить. Десятина. Ввините десятину. Каждый от своих заработок отчитает десятину. Остальное, как распределяли священнику, сколько есть назначаете. Ремонт берете на себя. Все, что остальное касается храма. Ну, тут должны быть люди честные с деньгами. Иначе тут тоже запутаетесь. Чтобы ни один доллар не ушел в сторону. Надо вот приглядываться ко всему. Это заранее у вас будут по этому вопросу. Вопросы это не маленькие. Никакого хождения в храме не было. Вот у нас за семь минут зашли, за семь минут. Семь минут мертвая тишина. Мы молимся. Открывается царская врата, начало стужение. Каждый раз семь минут полное абсолютное молчание. Мы сосредотачиваемся. Молимся священники. Молимся. Благодарим за прошедшую неделю. Вы это введите. Чтобы никаких разговоров в храме не было. Ни одного слова. Ни одного. Ни у кого. Вышли к притвору или где. Там священник будет спрашивать. И чтобы он вас не спрашивал в храме ничего. Чтобы не скушал. А как только вышли. То есть это место, где нельзя разговаривать. Это канон. Это канон. Мы все по канону. Когда зайдете на наш сайт. И там у нас 16 правил. 16. Какие дисциплина царковная. Это все. Если не найдете, я вам просто скину. У нас это все уже выработано. И главное приезжают священники, архимандриты. Все принимают. Фотографируют. И еще ни один не выполнил. Ни один. И вот сразу вышестоящие заедают. Начинают рвать на счастье. Я не рад ничему. И сразу опустят. Тут ты пошел, вышел на тропу войны. Против тебя будут самые искренние друзья воевать. Да, я знаю. Да, я знаю. Так, ну сегодня все. Давайте расстанемся. У нас тут уже ребятам идти. Так, я выставляю. На этой неделе два предыдущих разговора наши будут поставлены. Под номерами будут идти первое, второе. А это пойдет через неделю. И вы, которые священники чем-то недовольны, вы их ознакомьте. Пусть они с вами на меня выйдут. И мне важно высказать их несогласие. Чтобы они высказали, с чем они не согласны. Не за глаза, чтобы плевать с это. Ну, с русскими здесь я никаких контактов, собственно говоря, поддерживать не буду. А с антиохийцами? Ну, я не думаю. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь, чтобы вот, когда будет разговор с епископом, с кем-то там, чтобы вас набрать. То есть я скажу, что, ну, как вы наш, как бы, духовный вдохновитель, то есть помощник и все. Вот. Если он будет, как бы, согласен. Но я вам заранее скажу, когда мы поедем, когда я буду знать, что вы будете епископом. Но чтобы нам по времени стыковаться. Потому что наш день у вас это получается... Запишите по-нашему, с пяти, по Москвы, с пяти до семнадцати. Да. С пяти до семнадцати московское время. Где бы вы ни были, вы московское время ставьте. Я знаю. Вот все. Конечно. Ну, так, конечно, предварительно там надо узнать, дома ли я или не дома. А то это мы тоже тут своими делами занимаемся. Нет. Мы, когда поедем, допустим, на встречу, я вам заранее скажу, за несколько дней. Я буду знать, чтобы он был. Потому что этот раз мы поехали, но я думал, что он будет, а его не было. Ну и как бы я и так это просто разговор о разговоре и... Ну все. С Богом. Все. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Слава Христу. Оставайтесь с Богом. С Богом. Он не показал, руку где-то не хотел сказать, ему теперь уже ушел, говорить не надо еще.